Доброе утро! Накануне, ну, я бы так сказал, что в редакции телефон оборвали. Кстати, вы же теперь с предложением своей темы можете нам не только позвонить, но и написать номер телефона 8-992-222-8833. И чаще всего зрители звонят и пишут теперь уже с вопросами чищенных или не очень тротуаров и дорог, различных ступенек, парковочных карманов. Думаю, даже такой срез уже дает понять, что на ситуацию следует обратить внимание, ну, там, кому следует. На что еще мы обратили внимание в Перми сегодня, расскажем в Утреннем Вестнике. Сто лет в интернет. Где пермские пенсионеры могут научиться обращаться со смартфоном? Черная пятница. А вы верите скидкам? Люди говорят. Как сделать приятно близким. Заплатите за них налоги. БУ-шуба. Урок рационального потребления. Выпады для мамочек. Как поддержать форму, качая ребенка в коляске. На все сто. Новый год нашего детства. Говорил недавно мэр города в своем прямом эфире про концепцию будущего ледового городка на Эспланаде. В советской тематике. А значит, эстетика обязательных в это время года советских комедий будет не только стеле экранов на нас лица, но и окружать в действительности. Не знаю, насколько познавательным городок будет для тех, кто не застал это время, но, может быть, подробности мы услышим в новостях. Макс. Приветствую тебя, Стас. Строительство ледового городка на Эспланаде в Перми обойдется в 10 миллионов рублей. Городские власти объявили конкурс на обеспечение функционирования новогоднего комплекса на Эспланаде. В этом году пермские власти разработали концепцию новогоднего ледового городка в советской тематике. Салат оливье, куранты и другие традиции нашего детства, отмечал глава города Алексей Демкин во время недавнего прямого эфира в соцсетях. Формат празднования Нового года будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. Победителю предстоит не только разработать проект и возвести новогодний объект, но и обслуживать городок во время его работы. Подать заявки на участие в тендере все желающие могут до 29 ноября. Их рассмотрение состоится 2 декабря. Уральский завод противогололедных материалов презентовал на проходившей в Москве транспортной неделе новый инновационный реагент, который позволяет предприятиям значительно снизить потери готовой продукции. УЗПМ в числе пяти региональных компаний представлял Пермский край на масштабном форуме. Продолжит Антон Шибанов. Маленькие неприметные гранулы в коробочке позволяют сократить экономические потери, например, при перевозке угля. Привод транспортировки железной дорогой ветром выдувается до 2% от всей массы, а беспылеватель связывает частицы продукта и снижает потери при перевозке в разы. Он не только борется с пылью, он также антиморозная добавка. То есть после обработки угля в вагонах зимой его можно легко выгружать. Он не превращается в такую, в бетон, скажем, да. Вот этот продукт не пылит и легко разгружается из вагона. Кроме того, его же можно использовать и на дорогах. Одно нанесение позволяет забыть о пыли на целых 10 дней. Здесь же на стенде Прикамья на транспортной неделе и другой продукт от УЗПМ. Противогололедный материал Бионорд, выполненный по технологии «Единая гранула». Причем для каждого региона производитель составляет свой рецепт, учитывая климатические особенности и места применения. Сегодня в активе УЗПМ более 60 рецептов для каждого из географии присутствия завода российского региона. Традиционная песко-соляная смесь отступает под напором современных и экологичных продуктов. Потому что продукции надо в 4-5 раз меньше, ливневку чистить надо меньше, вывозить снега надо меньше, он растворяется и уходит в ливневку и так далее. То есть вот такая наша миссия. Мы как раз городами садимся за круглый стол, показываем нашу продукцию, испытания проводим. Потом города делают расчеты и в большинстве своем приходят к выводу, что современный противоголедный материал использовать надо. В Перми такой вывод уже сделали, идет постепенный переход. УЗПМ предполагает наращивать поставки и для Прикамья. Постепенно дорожные подрядчики обновляют технику именно под современные противогололедные смеси. Прикамью нужна безопасная дорожная инфраструктура. Для Пермского региона, поскольку мы достаточно большой регион по площади, чрезвычайно важно развивать транспортную инфраструктуру. Это удобство для жителей, это развитие экономики и зачастую это вообще и вопросы безопасности. Антон Шибанов, телекомпания «Ветта». В Прикамье проходит шестой конкурс «Отбор проектов инициативного бюджетирования». Напомню, что идея заключается в том, что проекты предлагают жители региона. Сейчас на отбор поступило около 300 заявок. Следует отметить, что в этом году в крае уже реализовано 124 инициативы. Половина из них направлена на обустройство детских и спортивных площадок. Тему продолжит Валерия Ермакова. Красивый гол в красивые ворота. Вместо пустого пространства спортивная площадка появилась в одном из дворов города Осы. Теперь здесь занимаются даже детские секции. Моя площадка нравится, ребята. Мы для разминки перед тренировкой играем. Здесь в футбол играем, немножко разменяемся, потом идем в зал. Появился объект в рамках инициативного бюджетирования, когда жители также включаются в софинансирование проектов. Средства собирали кто сколько мог. Кто 100, кто 50. Самый масштабный пример участия жителей Осы в благоустройстве – это Комсомольская площадь. Благодаря активным жителям пустырь превратился в многофункциональную зону. В 2018 году в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования появился тренажерный комплекс в 2020-м скейт-парк. В этом году спортивная площадка. На будущий год ТОС «Машиностроитель» заявился с новым проектом – сценой «Летний театр». А нам нужна такая сцена многофункциональная, на которой мы, грубо говоря, будем какие-то мероприятия проводить. Вот нам уже предложили кинолектории проводить. Прямо оборудование даже предложили для этой сцены. Подали осинцы заявку и на обустройство детской площадки в одном из дворов. Жителей здесь довольно-таки немало. Много квартирные дома, детишек очень много и разных возрастов. Одесская площадка просто необходима для хорошего развития детей, для хорошего детства. На 2022 год поступило 295 проектов, среди которых установка стелы в деревне Октябрьского района, обустройство площадки для выгула собак в Березняках, благоустройство променады в Перми возле Тюза. Итоги конкурса будут подведены в ближайшее время. Информацию о проектах можно найти на портале «Управляем вместе». Мы и дальше будем комплексно реализовывать эту программу, понимая, что если спросить жителей о том, как они видят улучшение своих условий жизни, они говорят о том, что они видят к лучшему изменению именно части комфортной городской среды. Поэтому программа востребована, и Перский край совместно, именно и благодаря инициативе местных жителей, будет продолжать реализацию этого проекта. Всего в этом году во всех территориях края реализуется 151 проект на общую сумму более 150 миллионов рублей. Валерия Ермакова, Евгений Загрязкий для компании «Ветта». Честно скажу, несмотря на то, что мы по-прежнему здесь, в Пермском крае, ну как-то я потвык, что ли, от такой морозной погоды. Сразу меньше хочется выходить из дома. Дома-то хорошо, тепло, и стены, как говорится, помогают, но не всегда. Иногда стены в домах шатаются, коммуникации никакие, в общем, ужас. Обычно такое жилье признают аварийным и должно расселять. А как обстоят дела на самом деле? Расскажем в сюжете. Пол танцует под ногами, потолок обвалился, а в прошлом году здесь случилось настоящее коммунальное бедствие. Прорвало трубу с горячей водой. И это неудивительно. Дом номер 13 по улице Краснополянская признан аварийным. Сейчас мы находимся в квартире, в которой я провела свое детство. Она четырехкомнатная, уютная, просторная. Но с годами происходило разрушение, поэтому жить уже стало как бы невозможно. И потолок рушился, и пол гнил, то есть и плесень, раз мы на первом этаже живем. В Пермском крае продолжают расселять жителей аварийных домов ускоренными темпами. Общее число новоселов с 2019 года – более 15 тысяч человек. Наталья написала заявление на получение компенсации. Средства ее семья сможет получить до конца декабря. Это значит, что в новом году удастся улучшить свои жилищные условия. Все это благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Двери закрываются. Вот такой замечательный музыкальный лект у нас, который создает настроение жителям. У Евгении тоже когда-то был танцующий пол, а теперь музыкальный лифт. Она стала участником программы расселения из аварийного жилья. В прошлом году Евгения переехала в новостройку из деревянного многоквартирного дома, который был построен как временное жилье для судоремонтников, а в результате прослужил около 70 лет. Условия были намного хуже. Здесь у нас централизованное отопление, горячая вода у нас всегда. И приходишь домой, самое главное после работы, не ждешь, когда же ты протопишь печь, а приходишь уже в тепло и в комфорт. Пермский край – один из немногих регионов, где одновременно с национальным проектом реализуются еще местные программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Благодаря этому при Камье в числе лидеров в этом вопросе. Регион получил 1,2 миллиарда рублей федерального финансирования для реализации этой программы. Досрочно смогут переехать 1200 жителей при Камье. Мы дальше готовы увеличивать темпы расселения из ветхого и аварийного жилья. И сейчас ведется работа с федеральным фондом, потому что бы сдвинуть влево, то есть ускорить темпы предоставления денежных средств под увеличение вот этой программы. Уже сейчас граждане, претендующие на переселение из аварийного жилья, могут обратиться в администрацию своего муниципалитета с заявлением. Специалисты ведут адресную работу с каждым и помогают подобрать наиболее удобный вариант для переселения в соответствии с нормами действующего законодательства. Селфи, общение в мессенджерах и серфинг в сети. Татьяна Никитина ловко обращается со смартфоном. Она уже четвертый год осваивает информационные технологии в Горьковской библиотеке. Не то что сидим, как ничего не знающая черба, но уже общение, переписки, уважение даже к нам отцы. Ну, надо же, мама, ты что-то там знаешь. Больше у меня иногда вопросы. Посетители кружка «Покорители Инета» сегодня познают основы видеомонтажа, обсуждают возможности цветокоррекции и наложения эффектов. Тему занятия обычно выбирают по заявкам. Видимо, в этот раз кто-то задумался оставить компанию внукам в ТикТоке. Предыдущие встречи осваивали поиск фильмов в сети и обращение с сайтом госуслуги. В плей-маркете скачала сканер QR-кодов и штрих-кодов. И решила опробовать на своем QR-коде с госуслуг. То, что раньше было набором непонятных слов, теперь обычный лексикон для посетителей клуба. QR-коды все скачали сами. Квитанции оплачивают онлайн. Цены в магазинах сравнивают через интернет. Клуб проходит обычно два раза в месяц. Это второй и четвертый вторник, 4 часа в 16.00. Надо смотреть, конечно, наши анонсы, потому что залы проведения могут быть разные. Приглашаем всех желающих. То есть у нас не только постоянные члены клуба ходят, которые уже по 5-6 лет ходят, но и всех наших гостей. Если в сюжете вам встретились непонятные слова, то приходите сюда. Все расскажут и покажут. К тому же время проведете в компании молодых душой энтузиастов. Юлия Рожкова, телекомпания «Ветта». Того и глядите, молодые модницы. Скоро ваши бабушки будут успевать быстрее вас раскупать все товары во время онлайн-распродаж в интернет-магазинах. А, кстати, вы вообще верите во все эти распродажи? Ждете их? И самое главное, получается ли у вас покупать вещи со скидками? Люди говорят. Мнение пермяков разделились. 48% не очень-то верят в выгоду от скидок. Говорят, если цена упала, значит, до этого ее специально подняли повыше. Напротив, примерно столько же людей стараются делать покупки только по акциям. 41% опрошенных ищут выгодные предложения на все группы товаров. 7% особенно ждут скидки на косметику и одежду. Кажется, все люди постоянно ходят в магазины и посмотрят, что лучше по скидке купить. Только минус 3 тысячи было на технику. Ну, вот на мультиварку, конечно. Эта акция была в честь моего дня рождения. Нет, я по скидкам никогда ничего не покупаю. Да, я думаю, что это рекламный или пиар-ход. Я не знаю, где это. На рынке что-то можно вытрягивать. А так, в магазине. Не, я не хожу в магазин. Особо. Редко-редко. Ну, на квартиры точно не целесообразно ждать. Вот. Ну, я думаю, лучше покупать зимнее летом, а лето зимой. Вот это для меня, мне кажется, самое выгодное и оптимальное. Я никогда не пользовалась черной пятницей, если честно. Не знаю, как-то, мне кажется, у меня времени на это не хватает. Все это отслеживать, там, ждать этого всего. Поэтому не для меня черные пятницы. Если продукты, прежде чем покупать со скидкой, надо хорошенько смотреть срок годности. Ну, а так, акции, ну, лично мой, это, менеджерский ход, ну, в принципе, неплохо. А давайте поговорим о скидках с профессиональной точки зрения. Ну, то есть, с точки зрения профессионального финансиста, который знает правила денег. Черная пятница Черная пятница Наверное, только абсолютно асоциальный человек сейчас ничего не слышит о Черной пятнице, которая в нашей стране нередко превращается в целую черную неделю или даже месяц. Как это чудо, придуманное за рубежом, поможет вашему бюджету? Давайте разбираться. Само понятие Черной пятницы появилось в США в 19 веке. После Дня благодарения, который обычно происходит в последний четверг ноября, люди идут за подарками к Рождеству. В России Черная пятница появилась в 2013 году, но уже сейчас основные ритейлеры, а с поправкой на последние события и онлайн-ритейлеры, отчитываются от роста продаж в это время в 2-4 раза. Значит, работает. Но сработает ли это для вашего бюджета? Конечно, обилие рекламы и обещания скидок до 80% обязательно заставит вас что-то купить. Только вот, как правило, хорошие скидки делают на безделушки, которые и так до этого никто не брал. Очень часто именно в нашей стране главная задача во время такой акции – сбросить весь неликвид. Если у вас есть лишние деньги и вам хочется их потратить, они уйдут обязательно туда. Второе, о чем говорят уже многие – прямое мошенничество. Довольно часто, несколько дней до Черной пятницы, продавцы поднимают цены, а потом делают на них скидки. В данном случае, да и во всех остальных случаях, когда вы принимаете решение о покупке на каких-то распродажах, я рекомендую вбить в поиски в вашем смартфоне название товара и посмотреть цены в других магазинах, в том числе и интернет-магазинах. Кроме того, на отдельных сайтах есть и динамика изменения цены за последние несколько месяцев. Ну и еще один важный момент. Время распродаж вместе с большими скидками стали появляться и мелкие буквы, указывающие, например, на то, что возврату товар не подлежит. Кроме того, не забывайте, что продавец все равно получит те деньги, которые он запланировал с вас получить. Простой пример. На одном популярном китайском сайте, Алиэкспресс, в эту черную пятницу вы можете увидеть цены на один и тот же товар, отличающиеся в два, в три раза. Но за счет стоимости доставки цена, которую вы заплатите, будет удивительно одинаковой. С вами был Эдуард Матвеев и это были «Правила денег». А что там у депутатов Законодательного собрания? Как дела? Успели ли они внимательно, скрупулезно ознакомиться со всеми поправками, внесенными в бюджет накануне второго чтения? Сейчас узнаем. В Краевом парламенте продолжается работа по подготовке проекта бюджета на следующие три года. Перед вторым чтением в законопроект внесено более 70 поправок. В частности, депутатам удалось снизить дефицит. После доработки документа ко второму чтению он уменьшился почти на 1 миллиард рублей. Поправки в главный финансовый документ региона стали основной темой для обсуждения на очередном собрании фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Основные направления бюджетной политики остались неизменны. Бюджет социальный, то есть мы сохраняем все выплаты, которые у нас были назначены, в том числе в пандемийный период, индексируем их. Это и выплаты многодетным семьям, выплаты врачам и малоимущим семьям и так далее. То есть все будет сохранено. Также строятся и ремонтируются школы, больницы, учреждения дополнительного образования детей. На трехлетку запланировано 31 школа, 4 сдано или сдается в этом году, 16 детских садов, 6 в этом году. Значительные средства в бюджете запланированы и на строительство дорог, на поддержку бизнеса, на реализацию национальных проектов. При этом, как отмечают сами депутаты, этот бюджет является и планом развития региона. И эти планы подкреплены рублем. Еще одним вопросом собрания фракции стало определение состава молодежного парламента. Сделать это необходимо вновь избранным депутатам. Именно они выдвигают от себя кандидатуры в молодежный правотворческий орган. Каждый из депутатов должен будет предоставить кандидатуру, плюс несколько кандидатур для резерва. Молодежный парламент – это общение с молодежью, получение инициатив от них и работа совместная над законопроектами, которые касаются и молодежи, и, в принципе, Пермский край в целом. Это очень важно, это диалог, который позволит нам, скажем так, найти точки равновесия. Законы, которые принимают сейчас заказательные собрания, в рамках этих законов будут жить и молодежь в будущем. И от них тоже зависит очень много. Представить кандидатуры будущих членов Краевого молодежного парламента депутаты должны до 10 марта следующего года. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Вот многие уже думают, к примеру, о подарках к Новому году, а я думаю, хороший повод порадовать кого-нибудь из близких, а взять и вот прямо сейчас заплатить за него налоги. За бабушку или дедушку, если они, к примеру, еще не записались на курсы обращения со смартфоном. Подробнее в рубрике «Комментарии недели» на этой неделе, что и понятно, говорим про налоги. Субтитры предоставил DimaTorzok Под каждым разделом налога размещены реквизиты платежа и уникальный идентификационный номер, который позволяет выводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильное устройство. Для уплаты можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов за третьих лиц», который размещен на официальном сайте ФНС России. С его помощью можно сформировать правильный платежный документ и произвести оплату. Подробная информация размещена на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru Расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне. Поэтому причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт с Центром ФНС России по телефону 8 800 7 2. Однако существуют и общие основания изменения. Это изменение налоговых ставок или отмена льгот. Например, по транспортному налогу рост налога может обуславливаться следующими причинами. Применение повышающих коэффициентов при расчете налога на легковые автомобили, согласно размещенному на сайте Минпромторга России перечню легковых автомобилей средней стоимости от 3 млн. рублей. По земельному налогу возможно изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи с вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки или переводом земельного участка из одной категории земель в другую. Также изменением вида разрешенного использования, уточнение площади земельного участка. Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра. Также возможно наличие иных оснований, например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов. На территории Пермского края проведена массовая государственная кадастровая оценка объектов недвижимости и налог на имущество физических лиц исчислен по новой стоимости с повышающим коэффициентом 0,6. В 2019 году коэффициент был 0,4. Считаю, градус информационного накала достиг той самой точки, когда нужно ну просто уже все открывать газету и начинать читать прямо в эфир. Считайте, мы уже открыли специально для вас, фигурально выражаясь. Обзор свежей прессы в рубрике «Пресс-парад». Минздрав России регистрирует вакцину «Гам-Ковид-Вак-М» Центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила Владимиру Путину в ходе совещания с правительством. Она подчеркнула, что прививки от коронавируса проводятся детям при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. При благоприятном исходе вакцина для детей поступит в гражданский оборот в конце декабря. Члены экипажа самолета получили право применять специальные средства сдерживания дебоширов на борту. Поправки в воздушный кодекс 24 ноября в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Командир воздушного судна будет наделяться правом применять все меры, в том числе и принуждения в отношении лиц, которые создают опасность для жизни и здоровья других пассажиров и членов экипажа на борту самолета и отказываются выполнять требования командира. По итогам 2020 года уровень рождаемости в Китае оказался худшим за все время введения статистики с 1978 года. Число браков также сократилось, по итогам прошлого года упав до самого низкого уровня за последние 17 лет. Власти Китая, серьезно обеспокоенные падением рождаемости в стране, в нынешнем году решили отменить штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка, а к 2025 году создать систему социальной политики по стимулированию рождаемости. Поп-ит превращает многих детей в такого, знаете, мышонка-рокки из бультика про спасателей, у которого аж усы закручивались, когда он сыр видел или слышал его запах. Не знаю, в чем секрет популярности поп-ит, ну, вроде бы ничем не пахнет, но даже в опытах, не побоюсь этого слова, научных, эту штуку можно использовать. Вы не знали? А каждый школьник знает четко. Ну, не могу остановиться. Всем привет! Некоторые вопросы могут показаться слишком простыми, но зачем рассказывать о том, почему снег белый, если это знает каждый школьник. Но наша передача не для детей, а для взрослых. Многое из школьной программы забывается. Давайте будем повторять. Запускаем наш витатрон. Вопрос от Елизаветы. Можете объяснить, как шерстяные варежки и горячий чай помогают согреться зимой? Все предметы обмениваются своим теплом друг с другом и с окружающей средой. И все на свете стремится оказаться в температурном равновесии. Если чашку с горячим чаем оставить и подождать некоторое время, то температура напитка вскоре станет такой же, как и воздух. Чай остынет, но в то же самое время воздух немного нагреется. И если же мы что-то хотим сохранить холодным или горячим, то нам надо как-то защитить его от окружающей среды, чтобы не дать обмениваться теплом. Проведем эксперимент. Берем попыт. Здесь у нас заморожена вода. Часть льдинок мы обернем в фольгу, а вторую в теплую варежку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как думаете, где лед растает быстрее? Оказывается, тот, что в фольге. Потому что фольга имеет высокую теплопроводность, то есть хорошо проводит тепло. А у шерсти меха синтепона низкая теплопроводность. Сама по себе эта ткань не греет. Она лишь сохраняет ту температуру, которая внутри. Вот еще один пример. Однажды в студеную зимнюю пору Ломоносов надел шубу. И это спасло его от переохлаждения. Потому что у меха низкая теплопроводность. Теплому человеку шуба помогает удержать тепло. А что будет, если шубу наденет снеговик? Теплая одежда сохранит его холод, и он не растает даже в помещении. Сегодня мы изучили такое физическое понятие, как теплопроводность. Запишите домашнее задание. Шучу. Просто присылайте нам свои вопросы. Смотрите нас каждый четверг. И помните, учиться никогда не поздно. Разумное потребление. Термин, который вошел в обиход относительно недавно. И нашел отражение в нашем следующем сюжете. БУ-шуба. Это, наверное, и есть разумное потребление. Как ее выбрать, расскажет Валерия Ермакова. Если вам очень хочется шубку из натурального меха, но вы за рациональное потребление, присмотритесь к БУ-вариантам. Но выбирать стоит очень педантично. Первое, самое важное, что хороший производитель всегда оставит доступ к шкуркам открытым. Это будет либо свободный подклад, либо потайной замок. Важно, что шкуры должны быть светлого цвета, мягкие и эластичные. Если шкура уже суховата или имеет такой уже более желтый темный цвет, значит, эта шуба вам долго не прослужит. Что касается меха норки, то ценится его густой подшерсток и невысокий ворс. Чем меньше ворс, тем шуба теплей. И длинный ворс, это чаще встречается уже в норках, особенно русского, российского производства. Этот длинный ворс быстро снашивается, и шуба, соответственно, теряет свой внешний вид и уже не такая теплая и красивая, как нам хотелось бы. Далее обращаем внимание на внешнее состояние шубы и уязвимые места. Это, конечно, карманы, так как рукав очень часто соприкасается с карманом, и здесь ворс может быстро стереться. Поэтому также смотрим, чтобы здесь был ворс и подшерсток. Второе, часто мы пользуемся карманами, то же самое, можем неаккуратно порвать или что-то еще, если выбирать, опять же, шубу уже БУ. На эти места нужно обращать внимание. Второе и самое важное, это плечи. Также одна из самых уязвимых частей, потому что, ну, какое-то неправильно резкое движение, может здесь тоже легко порваться. И, конечно же, ворот. Ворот, так как он часто здесь мы трогаем руками, шарфы, что-то еще. Также надо смотреть, чтобы везде был мех, чтобы все было в идеальном хорошем состоянии. Также обязательно проверьте отсутствие дефектов на мехе. Как правило, комиссионные магазины отслеживают за всеми нюансами. Если же вы самостоятельно выбираете шубу на досках объявления в интернете, то обязательно обращайте внимание на уязвимые места, на которые я указала, чтобы не было никаких проплешин, весь мех, все было в хорошем состоянии. Что касается размера, то шуба должна на вас сидеть свободно, поэтому лучше брать на размер больше. Шкурки не эластичный материал, поэтому шубку в обтяжку можно легко порвать. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Вы предприниматель? Если да. Получали ли вы те или иные меры государственной поддержки в последнее время? Нет? Срочно отправляйтесь в центр «Мой бизнес». Вернее, нет, не так. Сначала сегодня вечером посмотрите на Вете-24 программу «Лобби-холл» с заместителем руководителя центра Олесей Гимрановой и наш следующий сюжет в «Утреннем Вестнике» прямо сейчас. А потом срочно за мерами поддержки. Найти подход к каждому ребенку и научить основам робототехники и программирования. Такой принцип работы в школе дополнительного образования «Умники и умницы». За 8 лет работы в учреждении уже прошли обучение более сотни ребят. В планах руководства расширяться и развивать новые направления. Мы сейчас новое направление развиваем профориентации, выделение способностей ребенка. И сейчас мы взаимодействуем с Ижевским центром индивидуализации «Ребус». Свой проект Владислав решил прокачать в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В рамках бесплатной акселерационной программы «Ты предприниматель» с начинающими бизнесменами здесь работают ведущие эксперты практики, которые через насыщенные образовательные курсы помогают создавать, а самое главное – запускать реальный бизнес. Главное, что мы даем – это мотивация и уверенность. На втором месте, конечно, получение уже конкретных компетенций, связанных с анализом бизнес-идеи, с анализом рынка, с анализом конкурентной ситуации. Проект «Ты предприниматель» Пермским фондом развития предпринимательства реализуется с 2013 года по поручению правительства Пермского края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря этой программе в регионе уже открылось 795 малых и микропредприятий. Раньше эта программа проводилась раз в год, но она пользуется достаточной популярностью. В этом году было запущено еще два потока. В этом году зашло более 120 участников. Были написаны хорошие, проработанные проекты. На участие в программе «Ты предприниматель» во втором потоке этого года поступило 49 проектов, 14 из которых прошли в финал. По итогам конкурса были определены пять победителей, каждый из которых получит целевой грант на развитие своего дела. Первое место и главный приз, грант в размере 200 тысяч рублей, уедет в Березники на развитие Центра творчества. Я сразу начинаю говорить, что же первым нужно закупить, чтобы этот бизнес пошел дальше у меня, чтобы как бы это все было очень красиво и хорошо сделано. Мне ведь уже третье поколение ходит заниматься, поэтому я думаю, что это вот, это общая наша победа. Как отметили организаторы конкурса, самое главное для учеников этой программы полученные знания. Именно они помогут выпускникам успешно реализовать свои проекты. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Достойны награды, я считаю, те, кто регулярно следует советам Романа Четина в рубрике «На все сто». Ну, я вообще с пиететом отношусь к тем, кто умудрился приучить себя регулярно заниматься спортом, а к Роману особенно. Ну, вы его видели вообще? В общем, «На все сто». Эту программу мы решили посвятить молодым мамам. Знаю по своей семье, что когда у вас появляется малыш, то у молодых родителей глаза на лоб лезут, особенно если бабушка и дедушка либо живут в другом городе, либо заняты. О каком спорте вы вообще говорите? Поспать бы. При таком раскладе дойти до спортивного зала и взять в руки гантели, а не распашонки, настоящий подвиг. Мало кто с этим справляется, вернее, мало кому это удается. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Давайте не будем смотреть в день завтрашний, а уже сегодня подумаем, что можно сделать, не отходя от кассы, как говорится. Ну, в вашем случае, молодые мамы, не отходя от коляски. Итак, сегодня нам понадобится спортивная или детская площадка. Например, такие есть в каждом дворе. Тренировать будем ягодицы и бедра, проблемные зоны у каждой девушки. Особенно после родов. Делаем следующее. Беремся одной рукой за трубу и фиксируя свое тело, приседаем на одной ноге, напрягая ягодичные мышцы, мышцы бицепса бедра и квадрицепс. После 10 повторений меняем ногу и руку. В процессе отдыха можно посмотреть, как там ваш малыш лежит в коляске или играет на снежной горке. Главное, чтобы ваш малыш плакать не начал. Ну, например, вот так. Конечно, такие пассы и выпады могут вызвать недоумение у других гуляющих на этой же площадке мам. Но потом эти же самые мамы будут с восхищением рассматривать ваши бедра и ягодицы в летний сезон, ну или на фотографиях с морского побережья. Получается, что все полезное немного странно. Науке неизвестно, кого больше в мире оптимистов или пессимистов. Но раз мы сегодня с вами здесь встретились, оптимистов в Перми все-таки, наверное, больше. А самое лучшее в нас с вами, оптимистах, нам не нужен повод ими быть. Мы просто есть. Чего и вам желаем. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok